Я не мешаю. Да я встану же, мы сейчас стоишь, боем все это, поэтому он все будет виден. Ничего интересного с вами не произойдет. Вы все это видели уже много раз, можете архивные съемки просто использовать. Ребята, вы присядете, вы снимаете совершенно перед камерой. Бывает так, что операторы дерутся? Да. Потому что я вот вижу, что ругаются постоянно. Бывает, что прямо они... Бывает, на выборах в Британию сейчас потрапят. Класс. Так это прямой вариант. Была у вас идея не ночевать дома, а выйти на улицу из другого помещения? Да. Шпион. Эта идея была, но она не реалистична. Потому что каждый раз перед каждым митингом за пять дней за мной так плотно ходит наружное наблюдение. И совершенно не скрываясь, что... Ну, можно, конечно, изображать какой-то шпионский фильм и перепрыгивать из одного вагона в метро. Но я же не ребенок. Т.е. это раз не было неожиданным, что у подъезда... Ну, меня первый раз задержали прямо около подъезда. Т.е. постоянно об этом говорят, но это было первый раз. Ну, это не было, конечно, неожиданно. Это довольно часто происходит со всеми, но со мной первый раз. Т.е. сегодняшнюю акцию я оцениваю очень хорошо. Был замечательный географический охват, и очень много людей вышло. Мы видели совершенно потрясающие истории, типа, в Саратов 6 тысяч человек, в Пензо огромный митинг. И митинги произошли во многих городах, где вообще их отродять не было ни в каком виде. Норильск, например, да, где последнее что-то было в 52-м году, когда заключенные восстали. В этом смысле акция совершенно была беспрецедентной по географическому охвату. И мы именно географический охват ставили главной целью, поэтому, конечно, мы находим эту акцию крайне успешно. А в Москве? Я не наблюдал ее своими глазами, но и московская, и питерская акции, они были большие. И там, и там власть сделала все для того, чтобы снизить количество участников, запретив фактически обе акции. Я очень доволен тем, что люди вышли. И я горжусь тем, что я являюсь частью вот этого движения, в котором смелые и замечательные люди не боятся находиться. Даже под угрозой каких-то задержаний и всего остального. Задержаний было очень много. Не пожалели, что поменялись? Задержаний было меньше, чем в прошлый раз. Их было много, конечно, и они были совершенно безосновательны. Людей хватали направо и налево. Но еще раз, главное, о чем нужно помнить, что нельзя задержать или арестовать всех. По всей стране в этот раз задержаны, так понимаю, около полутора тысяч человек. В прошлый раз было задержано больше. На самом деле административных арестов, реальных, в прошлый раз было около 80. В этот раз посмотрим, сколько их будет. Но это, безусловно, агрессивные и пугающие действия власти. Безусловно, это большая трагедия, когда несколько человек подверглись незаконному уголовному преследованию. Но все происходящее нам еще раз показывает, что большие массы людей, большие группы людей репрессировать нельзя. И власть ничего не может сделать с реально десятками тысяч выходящими на улицу. Поэтому нужно продолжать участвовать в акциях мирно. Но если нам не дают участвовать, все равно нужно выходить и не ждать никаких разрешений. Спасибо большое. Вы, наверное, все осталось, что хотелось. Сrez Jennifer Dinkato А скуgro вдруг не знаю ведь? Нет, да это интересно. Становится скучновато А что в воскресенье еще рассказывать? Воскресенье Судистый Камеру уберите Воскресенье 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 Восстание 20.2 кодекса правительного правонарушения за организацию 26 марта 2017 года согласовывается в различные мероприятия. Это с нами на статье закончил 15 мая 2017 года. В этом году он совершил аналогичное административное правительство в течение года. Айдин организовал использование для нахречения субъектов в 12 июня 2017 года. В 2014 году он замерил в кладби субъектов в Москву, а лучше пристрять. Останции метро Пушкинская, гостанции метро Слодный Решний, согласованной субъектов в личные мероприятия, без подачи в данном уровне, сдавление на проведение в будущем мероприятия. В этом году он нарушил в 19.4 педагога федерального государства на проведение в 18.4 года, номер 54, кодекса, ограниченные предприятия. На войне выдачу детей, которые я не всегда не верю, если мы не разрешили административное правонарушение на войне, не признаю. Просили производство поделок и тратить подсказку на войне и являетесь, поскольку я не разрешил правонарушение в предыдущем участие в 18.4 педагога федерального правонарушения. В соответствии с частью 5, с этим 20.2 педагога сотратились правонарушения. Адмистративное правонарушение предназначено нарушение участников в личных мероприятиях в основном порядке в предыдущем собрать и митингах 6.5 педагога федерального правонарушения. Повторное совершение административного правонарушения. В соответствии с частью 6.1, в следующей статье, есть это действие не содержит уголовное правонарушение, иначе административное ответственность в ход. В части 8, статья 2.2, кодекса административных правонарушений. Выслушать еду 모양 вести цели, письма материала девысы приходил доверие к protects отрабатывать правонарушения. Прнакомство правонарушения и протоколах реализаций на panels. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok